Первая девочка это вот спешл история. Она сидела со мной 9 часов. Нельзя говорить женщина. Моя профессия это категорическое слово. 9 часов у нас 10 пальцев, то есть примерно по часу, по 40 минут на каждый палец. Захожу по человека. Мастер маникюра, это немножко психолог. Да, еще как мини-психолог, да. Никто счастлив не будет в этом моменте. Да, вообще никто не будет. Не надо тебе это. Ну тебе не надо. Приходят 2-3 человека, именно парней, которые приходят стабильно. Кто-то раз в неделю, а кто-то раз в месяц. С покрытием, чтобы красиво, чтобы девочки смотрели, и я был счастлив. Девочки, записываемся на ноготочки. Скоро Новый год. Тем более, что в нашей студии, в студии с утра до вечера, мастер маникюра Олег Косяков. Здравствуйте, Олег. Олег, добрый день. Не будем тянуть время. Я знаю, что у мастеров маникюра, судя по тому, как тяжело записаться к ним и попасть в эти окошечки. Да, вот сколько прямо сейчас женщин стоят и ждут, когда вы откроете двери? Как минимум двое. Как минимум двое. Вы сказали, я буду через 15 минут. Да, да. Это примерно так сейчас происходило. Я буду, я опаздываю. Подождите, пожалуйста. Не будем отнимать ваше время. Сразу к вопросам. Олег, в вашем профиле мы вот с Женей немножко изучили перед записью программы. Там написано, пилю ногти, чтобы жена не пилила меня. То есть, получается, она вам мягко, ноготком указала в сторону этой профессии? Ну, почти, да. То есть, с помощью жены, с помощью нашей подруги. Пришел момент, когда мне пробовалось, надоело быть поваром. Это было... Да, так я искал давно себя. Как бы повар, это так. Я заметил. Но дольше всего искал на кухне, получается, олег себя. Ну, где же было искать? Там постоянно только на кухне находишься. Вот. И находился в Италии, начал чуть-чуть другую работу. Вообще не связывал ни с ногтями, ни с поварством. Вообще собирал мебель. И я понял, что, наверное, лучше поменять свою полностью сферу. И нам подруга говорит, я начинаю обучение, не хотите ли вы прийти? Ну, не хочешь ли? И я такой, почему бы и нет? Как раз был момент, когда можно было позволить потратить время на какое-то обучение. Да, да, получается, я понял, что я больше на кухню не ступлю ногой. Наверное, нельзя так говорить. Ну, все же. И понял, что надо что-то менять. А пока никого нету, я могу зайти. Ну, наверняка были сомнения, да, потому что нейл-мастер, да, если правильно говорить? Никаких сомнений вообще. Не было, да? Вообще никаких. Я очень легко могу перечислить с одного места в другое. Хорошо, ну вот вы отучились, получили диплом и так далее, да. Кто были ваши первые клиенты? Клиенты, да, на ком вы тренировались. То есть нужно набить какую-то базу. Кто доверился вам? Первая девочка, это вот спешл-история. Она сидела со мной 9 часов. 9 часов. Она уже выспалась, поела, да. Так никто ничего не ел, не высыпался. Мы просто сидели, 9 часов мы сидели. Мы учились, даже не отходили от кассы. Это было очень страшно. Это было какое-то покрытие специальное или что-то? Никакое, там просто надо было исправить несколько пальцев, несколько ногтей. Пальцев. Можно было и пальцев, наверное. И вот мы когда... Для меня это было очень сложно. То есть это надо что-то налепить, что-то наклеить туда, выровнять, выпилить. А я сидел таким, а что мне делать? И спустя 9 часов мы закончили это. Хорошо, а сейчас стандартная ваша процедура сколько длится по времени? 2,5 часа, максимум 3. То есть максимум 3 часа. Я просто не в курсе, я не хожу в эти кабинеты пока, поэтому я уточняю. Ну да, так это и занимает. Но 9 часов, конечно, многовато. Надо прям себя освободить. 9 часов у нас 10 пальцев, то есть примерно по часу, по 40 минут на каждый палец. Примерно было так. Олег, вообще на самом деле, вы знаете, говорят, чтобы узнать свежие городские новости, и не всегда причем правдивые, нужно в начале недели прийти на маникюр и от мастера на самом деле узнать все новости. Вы вот готовы развеять этот миф или наоборот подтвердить? Нет, я полностью подтверждаю. Я полностью подтверждаю. С вами откровенно делятся всеми? Всем. Чем можно делиться вообще без... То, что даже мамам с папам не говорят, ни подругам, ни парням, могут прийти, все мне рассказать, где-то выслушать, где-то я поправлю, где-то помогу. То есть мастер маникюра, это немножко психолог. Да, еще как мини-психолог, да. Ну, не мини. Но мне кажется, чтобы собрать полную картину городской жизни, нужно еще вечером или ночью подрабатывать таксистом, потому что там остальная часть жизни... Да нет, вы уже не... Не думали? Не-не, не надо. Вы так быстро обучаетесь и так быстро набираетесь в свою базу. Не надо, я потом... У меня голова взорвется от такого количества информации. Информации больше. Да. И вы что, на самом деле, вот потом эти все новости, которые узнали от одних, передаете другим? Я их передаю без имен и расширяю. Я их еще и расширяю. Ждем книгу от Олега. Мемуары. Да, да. Это допустим. Нейлмастера. Так, ну хорошо. А легко ли было освоить профессию с нуля? Вообще неважно, да? Нейлмастер, любую другую профессию. Вы окунаетесь полностью в новую сферу. Сколько времени у вас это заняло? Это заняло... Обучение заняло 4 дня. Ну а последующие там месяцы... Да. А потом, это надо было еще месяца 2, чтобы я условно где-то начал понимать, куда лезть, куда сувать. Где ноготь находится. Где что-то пилить, да. Где вообще этот ноготь и что с ним делать. Что такое мизинец, а что такое безымянный? Да, где большой. А этот ногтевой алфавит вы быстро освоили? Там кутикулы, что там еще есть? Нет, я пытался... Луны, кутикулы. Луны, кутикулы. Да, они холизис и все остальное. Я в эту сторону перекинусь поближе. Хорошо. Это было очень сложно. Да, мы прочитали о том, что в каждой профессии есть вещи, которые раздражают профессионала. Вот какие 5 вещей раздражают мужчину... Нейлмастера. Нейлмастера, да. Я не знаю, что... Ну, наверное, опоздание – это самое главное. Да, есть такое. Опоздание, когда кто-то не приходит вообще. У вас есть какие-то строгие меры? Там, условно, не пришел в день записи, я вас удаляю из... Нет, я не удаляю, я условно даю шанс. Исправиться, да. Да, ну, по-другому никак, потому что так люди и будут привыкать идти так дальше. Надо немного менять, надо обучать людей. То есть оплачиваешь половину, приходи на следующий сеанс. Проблем нет. Если хочешь. Если не хочешь – извини. Итак, опоздание. Что еще? Опоздание, когда приходят спустя два месяца. Когда носит ногти два месяца и приходят спустя два месяца. Хорошо звучит. Да, это прямо вот... Уставшие ногти такие какие-то. Да, тебе приходится полностью это все изменять. То есть это уже не коррекция, а прямо как с нуля ты что-то делаешь. Условно, вообще с нуля, тебе полностью приходится все изменять. Третье, наверное, когда люди полностью молчат. Ну, для меня это – целая проблема. Ты серьезно? Это очень сложно. Четвертое – наверное, когда люди приходят… без истории. Что ж такое? Да, если нет новостей, то что там сидеть? Знаете, у некоторых есть там профдеформация. Человек-радиоведущий целый день говорит, разговаривает в эфире, приходит на маникюр, и как раз это для него время помолчать. А вам, оказывается, вас это не устраивает. Да, меня не устраивает это максимально. Как с этим боретесь? Задаете наводящие вопросы? Да нет, я вот как-то, скажем, захожу по человеку, и узнаю какие-то какие-то моменты общие, и так и начинает развиваться тема. То есть пытаетесь все равно разболтать и вывести... Да, есть собаки, у нас собаки у нее, у меня, о, все, можно начать говорить. И все, тема понеслась. Что еще, может быть, есть? Может быть, нет уже? Да. Вот один из рилсов, который мы увидели у вас в профиле, касался детей. Когда клиенты приходят с детьми. А, это самое веселое. Вот, расскажите, как относитесь к этому? Бывает, что... Ну, то есть приходили, пока мы все адекватные. Просто когда мамочки говорят, можно я приду с трехмесячным ребенком, наверное, это проблема. Как бы лучше не стоит. Потому что это уже будет не маникюр, это будет раздражение самого мастера, это будет раздражение той мамочки, это надо туда-сюда покормить. Не ребенка, в конце концов. Да, ребенок будет постоянно под этим монотонным шумом, где-то что-то стукнет или еще что-то. Никто счастлив не будет в этот момент. Да, вообще никто не будет. Это будет прям на нервах. Лучше найти какой-то свободный вещей. Вы большинство угадали. Во-первых, это только обратное. Много говорят клиенты. Это вы сейчас о статистике говорим. Да, о статистике. Много говорят клиенты. Сильно капризничают. То есть хотят что-то вычурное, что-то невозможное сделать со своими ногтями. А еще любят учить мастера в этом списке. Есть у вас такие клиенты? Я поддерживаю эту ситуацию, когда люди, клиенты говорят, да, я знаю, я делаю неправильно. Нет, я делаю наоборот. Ты мне расскажи, я лучше сделаю это сейчас, если потому что тебе ходить с этим целый месяц, не мне. Лучше я это все исправлю и тогда будет проще. Тебе не будет это надоедать, напрягать. И как бы и меня это не будет. Правильную критику вы приветствуете. Опаздывают, да, вы тоже это в вашем топчике и конечно же детям. А приходилось ли вам когда-то клиента отговаривать от задумки? Да, когда там какие-то мега непонятные штуки. Маникюр вилка? Да. Ну почти. У меня девочка пришла, мы нарастили достаточно длинный, почти 5 сантиметров. И говорю, Ира. Ира, да, Ира, да, ну извини, не надо тебе это. Ну тебе не надо. Андрей, не надо тебе это, да. Мы плавно переходим в новую тему, которая тоже меня интересует, да. Мужчина, нейлмастер есть. Тебя интересует. Да, ну и наверняка есть у вас клиенты, мужчины, которые к вам приходят. Да. Ходят, сейчас до нас дошла эта тенденция, когда мужчины начинают заботиться и ухаживать за своими ногтями. Таких немного. Приходят 2-3 человека, именно парней, которые приходят стабильно, кто-то раз в неделю, а кто-то раз в месяц. Это может быть связано с их профессией какой-то, например, условно... Бориста. Бориста, вот. Я знаю, что люди как раз из сферы обслуживания бориста. У которых, условно, ногти видят их клиенты, да. То есть официанты. Это их рабочие... Официанты, кстати, по поводу официантов ни одного не было. Бористы, да, приходили. Они просто... Айтишники. Айтишники. Да, то есть... Как на клавиатуре. Они хотели нарастить, чтобы стучать по клавиатуре. Нет, не нарастить. Вообще просто ухаживать, потому что мне лень этим заниматься. У меня лень заниматься. Ну, как бы так. Но это просто гигиенический маникюр, да? Да, это гигиенический. У бориста наоборот. Без покрытия? Там именно у бориста именно с покрытием, чтобы красиво, чтобы девочки смотрели, и я был счастлив. А что это за покрытие вот бористы делают? Со стемпингом, с рисунками такими, типа геометрии. Все просто. Я выйду, наверное, вы пообщайтесь, потому что какие-то пошли вопросы, которые... Какие-то слова, которые я уже не знаю. А если придет мужчина рабочей профессии, который собирал мебель и ударил себе молотком по пальцу, и он почернел, вы справитесь? Нет, этот палец мы трогать не будем. Этого человека отправляют к подологу, к инфекционисту. Да, это другая специализация. Да, это вообще отдельно. Кожвен, туда, куда-то... Это вообще не ваш профиль. Да, это мы не трогаем. Я думаю, вы делаете просто все ногти черные, и все. Нет, если я это сделаю, это будет большая проблема. Колоссальная, да. Лучше этим не заниматься. Понял. Олег, есть у нас вопросы из рубрики «Наши зрители нам пишут». И вот такой вопрос. Есть ли у вас способ, как отучить мужа или ребенка грызть ногти? Была мне клиентка, которая мне сказала, ты знаешь, я отучилась сама, просто посмотрела в интернете, сколько микробов находится под ногтями. И говорит, меня как отрезало. Все. То есть других способов нет. А мне кажется, еще как раз способ это делать маникюр с покрытием у нейлмастера, потому что когда ты у тебя уже... Чтобы не догрызться до ногтей. Насчет мужчин не знаю, но девушки пытаются сделать так, чтобы... Они пробуют либо очень толстый, либо очень крепкий, но там пытаются сломать, ничего не получается, и либо... Я заплатил деньги, я это трогать не буду.